1 января 2023 года стартовала декларационная кампания. Это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2022 году доходах не позднее 2 мая 2023. Эти обязанности возникают у следующих лиц. Получившие доход от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока владения. Получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками недвижимого имущества, транспортных средств, акций, а также долей. А еще граждане, получившие выигрыши от операторов лотерей и относящихся к букмекерским конторам, а также от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Отсутствует обязанность по предоставлению декларации от продажи жилья в семьях с двумя и более детьми. Возраст детей налогоплательщика до 18 лет или до 24 случаев обучения ребенка на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 миллионов рублей. Плательщику, членам его семьи, на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения. Особое внимание уделили рассмотрению особенности применения специального налогового режима – налогу на профессиональный доход. Статус так называемых самозанятых сегодня один из часто используемых и удобных. Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, имеющий небольшой бизнес. Данный режим подходит для лиц, не имеющих наемных работников. Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Его применяет более 30 тысяч человек. Он обладает следующими преимуществами. Отсутствуют отчеты и декларации. Отчет ведется автоматически в мобильном приложении. Чек формируется в приложении. Не надо приобретать контрольно-кассовую технику. Можно не платить страховые износы. Пенсионное страхование осуществляется в провольном порядке. Подобный режим подходит физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Доход получается от самостоятельной деятельности. Для нее не привлекаются наемные работники по трудовому договору. Сумма годового дохода не превышает 2 миллионов. Под этот вид деятельности попадает удаленная работа, оказание косметологических услуг, фото и видеосъемка на заказ и другое. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.